Добрый вечер в эфире ток-шоу Точкинады, с вами Ирина Егорова, а говорим мы сегодня о феминизме в России. Добрый вечер в эфире ток-шоу Точкинады, с вами Ирина Егорова, а говорим мы сегодня о феминизме в России. Я считаю, что мужчины и женщины должны иметь одинаковые права, но в меру. Вот, например, феминизм, что нынче очень активно проявляет девушке. Я не считаю это правильным, ведь как-никак от природы мужчина будет сильнее девушки. А насчет прав? Одинаково они должны быть. Я считаю, что должны, потому что мы развивающее общество, мы... Если раньше это считалось ненормальным, если женщины раньше не обладали в принципе никакими желаниями, то сейчас меняют социальности, меняют время. Да, ну, наверное. Почему? Иногда возбуждаются какие-то проблемы в обществе. Женщины топчик, только им права и никого больше. Мужчины. Борьба женщин за равные права с мужчинами началась еще в 60-х и продолжается по сей день. Однако сегодня у многих возникает вопрос, это действительно борьба за права или все-таки вызов? Попытаемся выяснить это в нашем выпуске. Сегодня с нами в гостях Алина Нурбаева, феминистка из Казани. Алина, здравствуйте. Здравствуйте. Почему вы решили стать феминисткой? На это повлияли какие-то обстоятельства в вашей жизни? Здравствуйте. Я проработала администратором ресторана больше трех лет, а именно три с половиной года. Работала я добросовестно, у меня были хорошие отношения с коллегами и с начальством. И в какой-то момент я поняла то, что мне надо расти, и я решила поговорить со своим начальником по поводу повышения. Вроде настроение у него было хорошее, но как только речь зашла о повышении, он сразу изменился, и начал на меня кричать, говорить, что я женщина, я уйду в декрет, мне потом еще выплачивать. Знаете, меня как женщина это на самом деле задело. Почему мы не можем развиваться? Почему мы не можем быть наравне с мужчинами? Вот в нашей стране это особо популярно, не давать женщине развиваться. Мы пообщались со студентами, которые изучали такое движение, как феминизм, и, как оказалось, с данной проблемой сталкиваются очень многие женщины. Сегодня мужчины все с большей осторожностью берут женщин на работу. Что знают о феминизме в нашей стране? Екатерина. Фонд общественное мнение представил результаты опроса, в ходе которого выяснялись мнения россиян о феминизме и гендерном равноправии. И согласно опросу, около половины россиян считают, что равные права имеют как мужчины, так и женщины. Почти треть считают, что у мужчин прав больше, и 13% считают, что прав больше у женщин. Около 40% опрошенных никогда не слышали слова «феминизм», и около половины знают, что это такое. И очень низкий процент, всего лишь 8%, относятся к этому явлению положительно. То есть, получается, в нашей стране большинство относится к феминизму отрицательно? Да, все верно. Думаю, у многих возникает вопрос, является ли феминизм индикатором каких-то психологических проблем. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы пригласили в студию Рамиля Рамзевича, психолога и психотерапевта. Повстречаем их. Здравствуйте, Рамиль Рамзевич. Как Вы считаете, связано ли становление женщин феминистками с какими-то психологическими проблемами? Ну вот, по моим наблюдениям, по наблюдениям моего кабинета, конечно же, феминизм, с одной стороны, есть проблема объективная, это проблема прав, и она совершенно не связана с психологическим состоянием. Есть этот аспект. Есть другая проблема, которая действительно упирается в какие-то душевные состояния, и женщины и ищут причины этого состояния, и находят их, в частности, в дискриминации, в отношениях мужчин и женщин, в сексизме, ну и так далее. Таким образом, есть объективный правовой аспект, он является точно серьезной проблемой, а есть действительно женщины, которые все свои проблемы переводят на вот такое отношение к ней. Ну, например, есть такой феномен воинственной дуры, например, это известный феномен, это когда женщина каким-то образом, не зная многих аспектов, все сводит к тому, что ее каким-то образом принижают. Хотя она, может быть, по своей природе не имеет навыков, ну и так далее, и защищает свои права. С моей точки зрения, все-таки в наше время, согласно статистике моего кабинета, к сожалению, надо признать, женщины, именно женщины являются спасительностями семьи, именно они отдают свои последние деньги часто на лечение мужа-алкоголика, мужа-игромана. Кстати говоря, игромане, например, не страдают женщины и не проигрывают гигантские семейные состояния, а именно мужчины этим занимаются и проигрывают последние деньги своих жен. Поэтому, вот с моей точки зрения, все-таки права женщины должны знать, и это никак не связано с психологическим состоянием. И когда я в своем кабинете перевожу эту тему на правовую, очень часто решаются многие проблемы. Я часто выступаю не как психолог, а я просто говорю, у вас есть права, и давайте их выполнять. И сразу появляется страх у другой половины, у мужчин, и они уже как-то прислушиваются. И тут уже не психотерапевт будет действовать, а будет работать закон. Может ли феминизм являться женской обидой? Например, все-таки с психологической точки зрения, если в детстве или в подростковом возрасте девушку избивал отец, или как-то был строг с ней, или, возможно, например, терпеливая и тихая мама, которая ничего не предпринимала, может быть, этот вот детский гнев, он проявился уже в взрослом возрасте? Конечно. Существует феномен сублимации, когда определенные нейрозы, психические, психологические конфликты как-то сублимируются в какую-то деятельность. Они могут в любую деятельность сублимироваться, превратиться, в частности, в феминистическую. Пожалуйста, это возможно. Более того, прямо скажу, по моим исследованиям, те известные феминистки, которые указаны в том числе и в Википедии, все они имели определенные проблемы в своем развитии как личности и ощущали на себе, и это было одним из главных мотивов в их активной деятельности. И с моей точки зрения, все-таки вот те феминистки, которые имеют психотравмы, психологические основания для того, чтобы бороться, они бывают более эффективны в своей работе, потому что мотива у них хватает. Но поэтому очень часто их надо немножко тоже выводить на уровне объективности, чтобы не было феномена воинственной дуры. Когда человек сталкивается с насилием, почему мужчины не могут, например, бить тех, кто равен с ними физически? Они так самоутверждаются, что ли? Вот именно. Вся беда еще и в том, что, с одной стороны, все мы, мужчины, воспитываемся в преимуществе в лоне материнства, в лоне этого счастья и ласки, а потом мы вырастаем и почему-то начинаем ограничивать в правах тех женщин, которые нам дают счастье. Этот парадокс тоже известен. Меня тоже это всегда удивляло. Поэтому, с моей точки зрения, все-таки реально нужно решать проблему и в семейной психотерапевтической плоскости, то есть поднимать уровень сознания, понимание рефлексии, способность осознавать, способность эмпатии, чтобы не мыслить только в конструктах мужчин и женщин. Вот это есть такое направление, социальный конструктивизм, когда все в жизни сводится только к каким-то конструктам. Ну, например, алкоголик видит мир только нальют, не нальют, ну и так далее. Таких конструкт может быть множество, но часто есть мужчины, а есть женщины. Нет, не все, что в мире происходит, сводится к полам. Все в мире, есть очень много актуальных тем для человека, которые к ним отношения не имеют пол, не имеют отношения. Поэтому вот эти конструкты плюс-минус, там мужчина-женщина, хорошо-плохо, ну и так далее, это конструкты, они не всегда работают. И поэтому существует феминизм, который как раз, я бы сказал, развивает, поднимает мировосприятие мужчин так, чтобы они не купались в этой близорукости конструктивизма и не сводили мир только к сексизму, к каким-то вот таким традиционным представлениям, которые написаны, кстати говоря, в книгах, в учебниках, в работах, которые написаны мужчинами. Если вы зайдете в библиотеку, все труды, благодаря которым развивается человечество, в основном написаны авторами. И кто эти авторы? Эти авторы мужчины. И в этом тоже вся беда. Поэтому человечество должно также развиваться и на основании культуры, и на основании творчества, и на основании творений, которые написаны авторами с женщинами. К сожалению, в настоящее время пока все продукты творчества в преимуществе своем принадлежат мужскому полу. Поэтому подтягивайтесь так, чтобы женщины должны подтягиваться. И это происходит. Очень многие женщины сейчас, уже появляются женщины-философы. Юлия Кристова, например, французский философ, постмодернист. Я часто бываю на конгрессах по философии, и я вижу женщин-философов, женщин-шахматистов. И есть женщины, которые умнее намного мужчин и по интеллекту, и по силе, и по власти, и по чему угодно. И многие политики это знают. А с чего вообще началось движение феминизма в нашей стране, Виктория? В конце XIX века женщины среднего класса, образованные, начали бороться за свои права, за право получать оплату за работу вне дома, за право владеть имуществом, за право голосовать и работать в государственных структурах. Это было движение суфражисток. В 60-е годы феминистки вдохновляли женщин на то, чтобы они строили свою карьеру, и чтобы их цели сводились не только к созданию семьи, но и к самореализации. В 90-х уже появилось такое понятие, как сексуальная свобода, начали появляться убежища для женщин, подверженных домашнему насилию, сексуальному насилию. А сейчас в наше время идет четвертая волна феминизма, когда ущемление прав женщин происходит на культурном уровне. То есть существует множество стереотипов, побороть которые на самом деле сейчас очень трудно. Также феминистки сейчас борются с оправданием насильника. Тогда, когда жертву винят в том, что она спровоцировала насильника. И это на самом деле большая проблема. Кстати говоря, вот одна еще из проблем, то что мужчины тоже многие отказываются брать на себя многие обязанности жизни, потому что не справляются. А женщины с этим справляются. Такие времена настали. И, кстати говоря, многие феминистки защищают мужчин, чтобы им у них была возможность отдавать свои права и не брать на себя эту нагрузку. Потому что многие мужчины хотят этого. И женщины защищают, чтобы мужчин освободили от этого, и чтобы эту нагрузку брали женщины. А почему тогда в нашей стране такое негативное отношение к феминизму? Я считаю, что это, во-первых, культурный фактор. А во-вторых, это элементарная безграмотность, незнание людей о самом движении феминизма. Это достаточно примитивные знания. И плюс в нашей стране существует множество стереотипов и мифов о женщин. Допустим, один из самых популярных – это то, что женщина не может управлять страной, корпорацией, быть во главе чего-то, потому что она эмоциональнее мужчины, потому что на нее влияют ее гормоны. На самом деле гормоны есть и у женщины, и у мужчины. Влияют разные гормоны на разных людей по-разному. И они лишь влияют, но никак не могут управлять поведением. Вообще гормоны – это очень сложная система, и нельзя ими что-то вообще оправдывать. Второй самый популярный стереотип – это то, что женщины глупее мужчин. Ну, это уже учеными доказано, что это не так. Плюс женщина – это самый умный человек на Земле. Доказано то, что женщина – это самый умный человек на планете на данный момент. Поэтому у нас очень много существует стереотипов. Они прижились, и жить их очень тяжело, поэтому отношения к феминизму по большей части негативные. Более того, когда выходит какая-то книжка о феномене человека, антропа, там обязательно мужик стоит. Голый там, с головой, но не женщина. А вот с проблемой насилия что связано? Очень часто женщин обвиняют в том, что они провоцируют насильника, тогда когда в большинстве случаев женщина не хочет этого. Не то, что в большинстве, она никогда этого не хочет. И обвинять ее в том, что она провоцирует насилие, как минимум неразумно. И для феминисток нашего времени это очень большая проблема – бороться с тем, чтобы жертву не обвиняли. Бороться с тем, что жертву обвиняют в том, что она провоцирует насильника. Поэтому это одна из важнейших задач, которую сейчас решают феминистки нашего времени. Арина, а вы когда-нибудь сталкивались с таким домогательством, скажем, со стороны мужчин? Я, слава богу, с этим не сталкивалась, но мои подруги становились феминистками как раз после того, как они столкнулись с этим, с насилием. Например, одна моя подруга, она просто возвращалась с учебы. Послушайте, послушайте, вот я хочу сказать. Обращали ли вы когда-нибудь внимание на то, как вообще одеваются нынешние девушки? Вокруг одни глубокие декольте и короткие юбки. Девушки сами подсознательно хотят привлечь внимание мужчин, причем не очень хороших. Конечно, они его привлекут. Нет, безусловно, я не оправдываю насильников. Насилие это очень плохо, но просто подумайте. Действительно, своим внешним видом вы уже привлекаете плохих мужчин. Я хочу сказать, что дело здесь не только в женщине. Ну, блин, насилие происходит не только летом, когда девушки носят короткие юбки и так далее. Насилие происходит и зимой, в общественном транспорте, в такси. Девушки могут столкнуться с этим в любом месте. И это не зависит от количества одежды на них. Рамиль Рамзинович, а вы как считаете, внешний вид играет какую-то роль в данном случае? Ну, с моей точки зрения, наши девчонки действительно попали в такую ситуацию, когда мотивация к браку у ребят очень низкая, потому что существует институт небрачных сексуальных отношений. Поэтому каким-то образом мотивация к браку у парня низкая. И поэтому идет гигантская конкуренция между девчонками. И они идут на последнее. Это понятно. И поэтому вот эта планка, которая задается в плане внешности, она уже задается именно вот этой конкуренцией. И в результате изменяются уже и установки ребят в отношении девчонок. Например, очень часто девчонки сейчас не комплексуют по поводу того, что им приходится проплачивать рестораны, проплачивать какие-то расходы парня, каким-то образом водить его на своей машине. Многие девушки, кстати говоря, успешны, имеют машины и катают своих ребят. Они тоже не комплексуют, ребята, спокойно катаются в этой машине и так далее. То есть, в принципе, я еще раз говорю, с моей точки зрения, все-таки, это конкуренция. И если девчонки через феминизм, через какие-то ассоциации, через какие-то программы возьмутся и будут менее добрыми, я так думаю, мотивация к браку возрастет. Очень возрастет. Я бы хотела еще отметить, что очень часто жертвами насилия бывают девочки, подростки, девушки, достаточно скромно одетые, обычно одетые. Есть такие типы жертвы, как тихоня, хорошая девочка. Насильник просто чувствует свое превосходство, чувствует себя сильнее и чувствует, что ему ничего за это не будет. Поэтому любая может стать жертвой насилия, и от внешнего вида это не зависит. Вот вы согласны с этим, Игорь Владимирович? Да, я согласен. И вот сейчас, в данный момент ситуация... Вас как зовут-то? Алина. Алина. Вот, Алина, тут ведь ситуация какая? Надо признать, что очень часто действительно пользуются служебным положением начальники, ставят определенные условия. Вот, и в принципе, в твоей же ситуации, наверное, есть такие молодые девушки, которые каким-то образом остаются работать и успешно работают, и это не связано с тем, что они там скоро будут матерьми. Вот, поэтому, с моей точки зрения, все-таки нужно очень правильно, правильно себя вести и профилактически не развивать общение, ситуацию так, чтобы потом последовали вот такие предложения опасные. Понятно, да? И вот, с моей точки зрения, нужно всегда быть внимательным к халяве, к особым приоритетному отношению. Если вы, например, видите, устроились на работу, и почему-то у вас все хорошо, и зарплата высокая, и вот все вам дают, а другим девочкам ничего не дают, вы уже должны задуматься, что последует какой-то диалог. То есть нужно профилактически, в общем-то, оценивать, и не быть такой уже, что удивляться, а что это такое, зачем он предложил. И вот это вот надо иметь в виду. Поэтому самая главная задача, вот, уметь иметь разум и ощущать ту западню, которая готовится в ваш адрес. Это очень важно. То есть всегда, получается, есть какой-то подтекст, когда мужчина, скажем так, директор предлагает... Конечно, вы должны быть психологами, вы должны всегда понимать, расшифровывать как-то те приоритеты, которые вы уже имеете. При этом понимая, осознавая, что у вас еще и особых навыков нет, а уже есть мощные приоритеты по сравнению с другими сотрудницами. То есть почему-то уже есть избирательные отношения и в зарплате, и в премиях, и еще в чем-то. Ну и так далее. И многие вовремя догадываются, более того, многие вовремя догадываются уже до оформления заявления о приеме на работе. Многие заранее даже видят, что тут развитие будет опасным. И просто-напросто не оформляются в данное учреждение. Увидев начальника, увидев его глаза, увидев, как он смотрит, как он себя ведет, и профилактика в том числе и это тоже. Даже на начальном этапе. А не так, значит, она поступает на работу и говорит, я его еще первоспитаю, у него ничего не получится, я сильная, этого не будет. Есть и такие. Но не всегда это удается. Меня вот волнует другой вопрос. Вопрос семейных ценностей. Почему женщины не хотят принимать то, что им предопределено природой? То есть их цель хранить семейный очаг, воспитывать детей. И в этом нет ничего такого страшного. То есть если кто-то с этим не справляется просто и берется за что попало, это другой вопрос. Никто не говорит быть машиной для детей, то есть никто не говорит быть необразованной. Но элементарно выполнять свои функции, по-моему, женщина должна максимально хорошо, насколько это возможно. И стесняться этого незачем, тем более противостоять естественному положению вещей просто, по-моему, неправильно. Я скажу почему. Потому что женщина – это, прежде всего, человек, который желает развиваться и который желает побыть в других ролях, не только в роли матери. У нас в этом мире очень много ролей, которые мы исполняем, развиваемся. Вот сейчас вы тут сидите в роли студентов, домой придете, будете своими дочерьми, сыновьями, на свидание пойдете, будете возлюбленными и так далее. Поэтому роли разные, и роль матери, она почетная, она является главной ценностью на определенном этапе развития. Потом, когда дети вырастают, формируются разные ценности, и человек желает побыть и в других ролях, и почувствовать другие ценности. Поэтому-то и возникают вот эти почему. Почему? Потому что, кроме того, что вы мама, позднее вы захотите все равно состояться как личность. Кстати, я как психолог, психотерапевт советую не забывать, что вы личность, что у вас есть свое «я», что вы не только мама будущая. Более того, дети подрастут, уйдут, и вы потом скажете, а кто же я? Вот имейте в виду, не теряйте себя никогда, будьте всегда в профессии, не забывайте другие роли, которые есть в жизни. Рамиль Рамзевич, а вот вы как мужчина, как относитесь к феминизму? И вы считаете, это в наше время это борьба или вызов? Я позитивно отношусь к феминизму только вот именно в аспекте правовом. Вот именно вот это движение женщин, которые исторически у них хватило воли защищать свои права, бороться с политиками. Более того, я почитал просто, насколько там было много жертв, сажая их в тюрьмы, наказывали этих женщин. И они все равно свое делали. У меня очень уважительные отношения. Более того, у меня просто есть парадокс вот этот. Все мужчины знают, что такое мать, что великая ценность – это мать, и при этом они подрастают и почему-то начинают ограничить в правах женщин. Вот этот парадокс меня всегда удивлял. А вообще в целом у меня есть статьи, касающиеся постмодернистских аспектов вот этой проблемы феминизма. И я считаю, что сейчас общество уже в своем развитии выходит на тот этап, когда уже актуальность гендерная, сексизм вот этот, будет уходить. Потому что сейчас уже так много профессий, где вот этот фактор гендерный, он вообще не актуален. Интеллект уже сейчас у женщин настолько высокий, и они справляются со многими проблемами даже быстрее. Более того, вот я по своей работе, по своим делам, которые у меня были, я всегда сотрудничаю больше с женским полом. Они меня никогда не подводили, и я всегда на них полагался. И все мои успехи во многом связаны с тем, что в моем коллективе, в моих делах всегда были женщины. И все держится на моей жене, например. И поэтому, с моей точки зрения, феминизм это очень здорово. Еще и потому, что моя Деонишка Рауза Апа Гарифулина из Башкортостана, она впервые закончила высшие курсы для женщин. И она была в Аксаитово, в башкирской деревне. Очень почетная женщина с сообразованием. А вот эти высшие курсы для женщин были организованы в России, в России еще до революции. И у меня моя Деонишка закончила их. И она была очень умная, образованная женщина. И многое, что во мне есть в плане знания, понимания, все от нее. Более того, я скажу, первые учительницы это всегда обычно женщины. Вот подойдите и спросите на Баумана, что в вас много такого, что развернуло вашу судьбу, ваше знание. И все свяжут это с первой учительницей, со словами первой учительницы и так далее. С моей точки зрения, все-таки феминизм, он должен еще развиваться. И позднее, я так думаю, в перспективе, эта проблема просто исчезнет. И другой вопрос, вот с вами связан. То есть есть такой какой-то забавный период у наших девчонок. Забавный период. Приходится создавать человека. Как-то вот, как говорят, рожать. И что-то все суетятся. В плане того, что как же так? Вот она ушла, и вот она ушла рожать. А как же дела? И так далее. Вот тут надо воспитывать мужчин. Надо воспитывать мужчин, чтобы они к этому относились, как к какому-то событию, которое, в общем-то, очень нужно для общества, для человечества. И поддерживали этот процесс. А не так вот, вы уйдете там и так далее. И вот вашему руководителю, можно сказать такой аспект, например, вот вашему руководителю нам нужна какая-то такая особая программа, чтобы он помогал вам. Не сам им помогал, а какая-то программа даже, чтобы ему выплачивались какие-то средства за то, что он вас поддержал. Его фирме, например, да? Нет. Это связано, я считаю, будет, в конце концов, с воспитанием мужчин. И он будет сам благородно брать и понимать, что надо помочь девочке. А в это время, когда вы уйдете, он заменит вас в другой сотрудничестве, не менее талантливой, правильно, да? И все, проблема же решаема. Она решаема, проблема. Вот и все. Сегодня действительно очень многие считают, что главная задача женщины – это забота о семье, хозяйство. Тогда стоит ли вообще говорить о росте женщины в карьере? Связаны ли эти слова и может ли она сама добиться чего-то, какого-то успеха без подтекста? Узнаем это после короткой паузы. В эфире программа «Точки над И» и мы продолжаем говорить о феминизме. Хотелось бы узнать у зала, как вы считаете, сегодня женщина может стать президентом? Если да, то да. Смотрите, с одной стороны, опыт европейских стран показывает, что государства, где президент женщина, более экономически развиты, социальные направленности выше, рост населения также повышается. Но с другой стороны, я считаю, что если в России станет президент женщина, то это уже заранее к ней будет привзятое отношение. И поэтому, скорее всего, в нашей стране президент женщины не сможет быть. А кто-то еще относится положительно к этому? Я отношусь положительно, потому что думаю, что это никак не зависит от пола. Это зависит исключительно, скорее, мне кажется, от роли исторически сложившейся в том или ином обществе. Например, президент Франции. Ну, я могу представить, что это будет женщина. Но если мы берем восточные страны, ну, мне не представляется вообще это возможным. Еще кто-то считает, что женщина может быть? Да. Безусловно, женщина может стоять во главе государства. Тем более, что многие женщины сейчас добились таких успехов в карьере, которые даже не снились мужчинам. И мужчины больше не давлеют над женщинами, как раньше. Я считаю, что современной женщине хватит ума, мудрости и жизненного опыта, чтобы стать блестящим политиком или руководителем. Девушки, женщины, вот вы поймите, все в ваших руках. Что не в ваших руках, то у ваших ног, и вы должны пользоваться этим. Вы понимаете, если у женщины в глазах искры, значит, тараканы в ее голове что-то празднуют. А как они могут что-то праздновать, если ты постоянно торчишь на работе и просто пашешь, как проклятая? Девушки, сидите дома и просто радуйтесь, что ваш мужик приносит домой бабки. Думаю, сегодня такое мнение в обществе существует. А есть те, кто считают, что женщина не может управлять страной? Кто к этому относится отрицательно? Да, почему? Женщина – это же как бомба. Она очень эмоциональная и непредсказуемая. И я думаю, это не есть хорошо для такого серьезного дела, как политика. Где места для личного в жизни вообще нет. На самом деле, да, очень многие относятся к этому явлению неоднозначно. Но, несмотря на это, я думаю, все знают, что сегодня многие женщины выходят, и даже более того, они уже выходили на мировую политику, на мировую арену и оказывали влияние на общество. У всех на слуху такие имена, как Маргарет Тэтчер, Ангела Меркель, Хиллари Клинтон. А какое отношение к женщинам-политикам в России, Полина? Вот я знаю, вы очень любите политологию. Ну, фактически, на самом деле, фактически женщина в России не имеет никаких прав и с точки зрения политики. Потому что вот есть такой, допустим, экономический рейтинг – World Economic Forum. Вот в этом рейтинге, это рейтинг гендерного равноправия, Россия стоит на 71-м месте между Республикой Доминиканой и Ганной. И если мы посмотрим на структуру женщин в политике на федеральном уровне, то мы поймем, что их практически нет. Вот скажем, сколько их в российском правительстве? 9%. Сколько в Совете Федерации? 18%. В Госдуме 15% женщин, и на самом деле это прорыв. Потому что эти 70 депутатов – это в 4 раза больше, чем было в Государственной Думе предыдущего 6-го созыва. Но я считаю, что так было не всегда. И предвзятое отношение о том, что женщина не может управлять большой страной, оно не оправдано. Потому что, скажем, был 18-й век, когда Россию можно было с лихвой назвать женским веком. С 1725 по 1799 год России практически бесперерывно правили одни женщины. Я думаю, все помнят вот этот период в нашей истории. И я бы сказала, что он был достаточно успешным для нашей страны. Почему во время правления женщин наша страна развивалась? На самом деле женщины оказывают больше влияния на внутреннюю политику и меньше концентрируются на войнах там или на какой-то борьбе с внешними противниками. Если мы возьмем правление той же Елизаветы II, то увидим, что в это время социальное положение России было на высоте. При ней в 1764 году впервые был открыт Смольный институт для благородных девиц. Это вообще было первое женское образование в России. Далее было открыто подобное учреждение для мещан. И может быть поэтому в памяти многих соотечественников она сохранилась с положительной точки зрения. Ну, несмотря на то, что раньше отношение к правительницам было, скажем так, более уважительным, сегодня оно неоднозначное, скажу так, и очень много отрицательных отзывов. Думаю, все знают, что Ксения Собчак баллотируется на пост президента. Вот как вы относитесь к данному явлению и как вы считаете, почему она решила это сделать? Если говорить о предстоящих выборах, то все просто. Вот смотрите, Алексея Навального не пускают на выборы, и она предложила свою кандидатуру как альтернативу. То есть один и тот же список, и она как новый избиратель. А вот, например, факт того, что она мать, вот как-то может повлиять на это? Я не вижу здесь вообще никаких причин. Смотрите, у всех, у них есть внуки, дети, у других кандидатов. То есть как ей это помешает? Я вот на самом деле не понимаю, как она вообще может баллотироваться на пост президента, потому что у нее же реально есть ребенок. Как можно одновременно заботиться о благосостоянии страны, когда нужно при этом заботиться о благосостоянии своего ребенка и уделять ему внимание? Я не понимаю. А второй родитель для чего? То есть мужчина не должен воспитывать своего ребенка, но это уже реально стереотипное сексистское мышление. Я извиняюсь, но при чем здесь стереотипное сексистское мышление? Это вообще здесь не играет никакой роли. Понимаете, президент страны, это очень серьезно. Здесь нужно действительно отдаваться полностью этой работе и думать о благосостоянии своей собственной страны. А тебе нужно при этом уделять внимание ребенку. Я вообще не понимаю, как она может одновременно совмещать все эти обязанности? Ну, для этого и нужна... У женщины и у мужчины одни и те же права. И женщина должна воспитывать ребенка точно так же, как и мужчина. Ну, вообще, женщина должна быть только красивой и все. И никому она больше ничего не должна. Ходите в спа, девочки, ходите в спа. Наслаждайтесь собой, делайте маникюр и радуйте просто своего мужчину. Вот кому нужны вот эти кутарки, за которые вы будете ходить и пахать в офисе, в итоге вы будете как выжатый им лимон, и кому вообще такие женщины нужны, скажите мне, пожалуйста. То есть, работать женщине не стоит вообще сейчас? Ну, допустим, устроимся мы все работать. А фитнес-зал за нас кто будет ходить? Печкин? Вот я лично не хочу выглядеть как замухрышка. И я не считаю, что мой мужчина захочет меня тоже видеть такой. Безусловно, у каждого есть свое мнение на этот счет. Как я считаю, сегодня женщина может добиться очень больших высот в карьере, и она может это сделать самостоятельно, без какой-либо помощи. Например, она может стать талантливым режиссером. И в то же время заместителем декана факультета кинематографии и телевидения Казгик. Таких высот достигла Юлия Васильевна. Она на сегодня в студии. Давайте ее пригласим. Юлия Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. А как вы считаете женщинам? Ой, можно я сразу скажу, да? Да. Ну, во-первых, не считаю, что я достигла каких-то высот, потому что всем за деканой, как правило, 90% от женщины. Мужчин просто трудно справиться с этой работой. Я считаю, что если бы я была мужчиной, я бы в пять раз больше достигла бы высот на данный момент. Почему? Потому что. То есть гендерный фактор все-таки влияет на работу? Да. Ну, в плане, если мы говорим о режиссуре, то да. А как вы считаете, женщина сегодня может быть президентом? Да, зачем? Ну, а если, например, вот Ксения Собчак, она изъявляет такое желание, а почему бы и нет? Ну, можно. Сам факт только надо задуматься о том, что потом с нашей стороной будет после этого. А как к вам относятся люди, когда узнают, что вы режиссер? Да нормально вроде как-то относятся. Пока еще камнями не закидывали. Вы сказали то, что если бы вы были мужчиной, в режиссуре вы бы добились больше. Не в режиссуре, а вообще, в принципе, как бы тот проделанный путь, который вы говорите, например, то, что забил с каких-то высот в карьере, я думаю, что если бы я была мужчиной, то это было бы в пять раз больше на данный момент. За свою карьеру вы когда-нибудь сталкивались с ущемлением прав? Да, каждый день. Как это проявляется? Оскорблениями, домогательствами. Много как. А как современной женщине с этим бороться? Никак. То есть вот просто жить и не думать об этом? Ну, прежде всего, здесь вопрос к самим женщинам, которые таких мужчин воспитывают. Скорее всего, наверное, к этому. То есть, наверное, надо... Мне кажется, все от самих женщин и зависит. Воспитывайте своих сыновей правильно, чтобы они в дальнейшем стали хорошими мужчинами. То есть вы считаете, сегодня воспитание, скажем так... Всегда, не сегодня, всегда воспитание. То есть оно всегда было на каком-то низком уровне? Нет, не на низком. Почему на низком? Ну, всегда были мужчины, которые женщин уважают, всегда есть мужчин, которые женщин не уважают. Ну, это вкладывает мать. Ну, и отец в том числе. Дети берут в пример своих родителей. Хорошо, а как вы относитесь к такому движению, как феминизм? Ну, знаете, сейчас такая подмена понятий жестко идет по поводу феминизма, потому что сейчас это все намешано с женщинами нетрадиционной ориентации. Если говорить как о правах конкретно в политике, в социуме, то положительно. А все, что остальное там начинает к этому подмешиваться, как бы я против. Хорошо. Когда мы говорим о представительницах феминизма в России, мы часто вспоминаем имя Ирины Хакамады. А вот, однако, она никогда не называла себя феминисткой. Ну, я тоже, нет. Вы тоже меня назвали, да? Но ее образ и стиль жизни заставляют нас так думать. Вот, как вы считаете, в зал, какое отношение к феминизму она имеет? Ну, Хакамаду нельзя назвать феминисткой. Она сама говорит, что она не феминистка. И вообще она считает, что в России сейчас нет феминизма, и в развитых странах сейчас существует постфеминизм. А в чем заключается постфеминизм? Сейчас женщины существуют наравне с мужчинами, то есть владеют такими же правами. Но проблема в том, что женщины ограничены не физически, а морально. То есть если для мужчины на первом месте стоит карьерный рост, то для женщины это семья. И задача постфеминизма состоит в том, чтобы женщины, направленные на творческую деятельность, не терпели каких-то принижений со стороны общества. С проблемой ущемления прав на работе сегодня сталкиваются очень многие женщины. Например, у нас есть представитель Алина. Как им стоит поступать в данном случае с ущемлением прав на работе? Я не могу посоветовать лишь заниматься любимым делом, делать то, что ей действительно нравится, и получать достойную оплату труда. В принципе, я этим и занимаюсь. Я хочу сама реализовываться, я хочу, так сказать, вырасти как личность. И если не на этом месте, то на другом. Я не собираюсь останавливаться. Я буду идти дальше. Можно совет Алине? Да, конечно. Хороший адвокат, мне кажется, вам поможет. То есть вы хотите оставить ситуацию с директором и просто идти дальше? Нет, конечно. Я бы как раз таки хотела узнать с юридической точки зрения, как мне поступить в данной ситуации. То есть хороший адвокат все-таки влияет. Да, Полина. С юридической точки зрения российское трудовое законодательство никак не ограничивает женщину. Единственное, есть некий список запрещенных профессий. Это опасные для здоровья женщины профессии. Но я так понимаю, вы с этим были не связаны. Более того, в 2013 году в трудовое законодательство были включены поправки новые, в связи с которыми работодатель не может даже указывать в критерии к своей потенциальной вакансии некие дискриминирующие пункты, в том числе и по полу, и по возрасту. Поэтому вы смело можете обратиться в суд, и вам за это полагается штраф 5000. Я понимаю, конечно, что для вас это, может быть, звучит смешно, но вы можете взыскать еще за моральный ущерб. Но при этом придется проделать немало усилий. Например, вам придется собрать аудиофайлы, имейлы, видеозаписи. Если вы в состоянии это сделать, то вам нужно идти в суд и добиваться удовлетворения своих прав. Ну, я думаю, да, я постараюсь в ресторане взять запись с камер видеонаблюдения, и уже с этими данными, наверное, все-таки воспользуюсь советом и обращусь к адвокату. Хорошо. Прежде чем перейти к итоговому ответу на тему нашего шоу, я бы хотела спросить, в каких отношениях находятся религия и феминизм? В нашей студии присутствуют люди, которые придерживаются неких религий. Артем. Добрый вечер. Спасибо, что позвали вашу программу. И как бы хотелось бы начать то, что если мы возьмем, допустим, обычную христианскую семью, то она построена на взаимной любви, вере и уважении друг к другу. И как бы никаких ущемлений прав женщины там не может быть. И как бы равные права мужчины и женщины могут быть только перед Богом, потому что мы все равны, как человек, если, допустим, сравнивать. А земные какие-то обязанности, они, естественно, различны. А как относится к феминизму ислам? На этот вопрос я бы хотел ответить отрывком из священной книги Коран, сура 4, аят 34. И он гласит о том, что женщины, чьей непокорности вы боитесь, увещайте их, покидайте их ложи и побивайте их. А если она повинится перед вами, то не ищите пути против нее. А что вы понимаете под словами «те, кто не покоряется, нужно побивать»? То есть физическое насилие, рукоприкладство? Под словом «побивать» это не физическое насилие, это воспитание. То есть нужно воспитывать, а физическое насилие — это совсем другое. Хорошо. А как нужно воспитывать? Наставлять по велению Аллаха. Хорошо. Спасибо. Сейчас я бы хотела попросить нашего гостя ответить на поставленный вопрос. Как вы считаете, феминизм в России — это борьба или все-таки вызов? Ну, слово «вызов» и «феминизм» для меня ассоциируются, ну, как бы, со средневековьем. Поэтому я считаю, что это, наверное, борьба. Виктория, вы как эксперт, как считаете? Я считаю, что в нашей стране феминизм необходим, потому что у нас есть 456 профессий, запрещенных для женщин. И далеко не все из них опасны. Женщины сейчас, помимо того, что каждый день работают, они приходят домой и выполняют все домашние обязанности сами. То есть это фактически вторая смена для них. Более того, существует огромное множество шуток про женщин, которые действительно оскорбляют, унижают. Отношения просто даже прохожих. Вы можете стоять на кассе и слышать что-то обидное про женщин, про то, что женщины глупые, про то, что женщины истерички. И все это находится на культурном уровне в России. Поэтому феминизм, я считаю, необходим, адекватный феминизм, именно борьба за права, борьба против ущемления прав женщин. Полина, а вы как считаете? Конечно, феминизм — это борьба за права. И он будет являться таковым, пока в российской политике на федеральном уровне будет менее 20% женщин. Мы ведь понимаем, что это только федеральный уровень. А если мы возьмем сфотку по Чечне, по Северной Осетии, по Дагестану, этот процент будет гораздо ниже. Почему мы соглашаемся с тем, что каждый субъект Российской Федерации должен представлять определенный человек в Совете Федерации, в Государственной Думе, но не можем смириться с тем, что должна быть гендерная репрезентативность? Вот за 2016 год в России было женщин на 11 миллионов больше, чем мужчин. И при этом в политике мы этих женщин практически не видим. А кто должен защищать наши права, если не мы сами? Екатерина, хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу, ответить на наш вопрос. На мой взгляд, у феминизма очень много сомнительных последователей. И если говорить про Россию, то она еще на той стадии, когда у феминизма очень много стереотипов. И пока у феминизма есть стереопизация и сомнительные последователи, он не сможет выйти в Россию на реальную борьбу за права. Спасибо. Что ж, феминизм — это движение неоднозначное, оно вызывает очень много споров и дискуссий. Однако сегодня мы смогли расставить некие точки над «и». И по мнению большинства, феминизм — это все-таки борьба женщин за права. С вами было ток-шоу «Точки над «и». С вами была я, Ирина Егорова. До скорой встречи. АПЛОДИСМЕНТЫ